Ты не думаешь, что чеченцы ставят во главе всего храбрость и силу, проигрывают в интеллекте и легкоуправляем? Женщина, если жена, например, за рулем, а муж сидит с ребенком в машине, для чеченского общества это зашквар. Такое, ну, недопустимо. Саламу алейкум, ты что, посмотрел, долгование сна написано? Я не знаю. Кстати говоря, удивляет просто, насколько у нас люди не выкупают сарказма, шуток. Мне реально писали люди и растолковывали этот сон. Мой фейковый сон, его люди растолковывали. Некоторые даже, понимая суть, что это была шутка, это был сарказм, подводка к какой-то теме, даже понимая это, некоторые все равно фолковали сон. Удивительно. Там сосмотрел интервью жителей города Покрова. Это город, в котором сидит Алексей Навальный. И посмотрев эти интервью, я понял, что Навальный сделал ошибку, что приехал этот народ неисправим. Я смотрел это интервью, в настоящее время снимали. Ну, в целом это печально, конечно. Но поверь, на самом деле, вот просто контингент людей, которых они спрашивали, это были в основном взрослые люди. Молодежь, она другая. Вот этот контингент людей, которых они спрашивали, это как бы не поколение интернет. Это люди, которые... Это поколение телевизор, так назовем их. Это люди, которые смотрят Соловьева, Киселева, Скобеева, как ее мужа, фамилию забыл. В общем, сидят, смотрят зомби-ящик, как эти бандерлоги. Помните, когда Каа их гипнотизировала, они все шли ему в рот. Так же и здесь. А это поколение с каждым днем становится все меньше и меньше, а молодежи становится все больше и больше. Поэтому очевидно, что победа там явно не за ними. Томсо, привет! Я служил в армии с чеченцами. И чеченцы отказывались убираться вообще, ссылаясь на то, что это не мужское занятие, и этим на родине у них занимаются женщины. Почему они так делают? Потому что в армии и в тюрьме это, в принципе, считается зазорным убираться. Поэтому они не убираются и правильно делают. А так у себя в домах чеченцы убираются, когда есть такая необходимость. И убираются. Я про мужчин говорю. Оставшиеся, например, одни, они и убирают свои дома, и готовят себе, своим друзьям. Так в целом, конечно, в чеченском обществе есть такое разграничение правил. У нас не равноправное в понимании европейских людей общество. То есть у нас нет такого, что у мужчин и у женщин равные права. У нас не так. Мы равноправное общество, но у нас свое понимание этого слова равноправия. Не такое, как у других обществ. У нас у мужчин есть свои права и обязанности, и у женщин есть свои права и свои обязанности. Поэтому в чеченском обществе не принято, чтобы, допустим, если в семье есть женщины, то чтобы мужчина, например, убирался. Это зашкварно. Это будет воспринято как позор. Такие вещи делать нельзя. Поэтому такой вот менталитет. Такие вещи в западном обществе. В нашем обществе такое как бы недопустимо. Это может быть. Это не значит, что они там, если муж и жена как бы у себя внутри, там они сами что-то для себя придумают. Муж там помоет посуду, например, жена его попросила. Это как бы их внутренняя тема, если мы об этом не знаем. Но это вещи, которые не могут стать достоянием общественности. Если об этом узнают, это зашквар. Ну, это таков менталитет. Есть много таких моментов, которые в чеченском обществе это прописано в ДНК. Мы как бы воспитываемся так. Мы знаем, понимаем эти вещи на каком-то... Ну, как без слов как бы. Нам не нужно это рассказывать. Нам не нужно детей учить этому. Поэтому они как-то впитывают этого, просто общаясь друг с другом там в нашем обществе. А в западном, например, на это посмотрят и подумают, а что за дикость? Почему так? Допустим, женщина, если жена, например, за рулем, а муж сидит с ребенком в машине, для чеченского общества это зашквар. Такое, ну, недопустимо. Ты не думаешь, что чеченцы ставят во главе всего храбрость и силу, проигрывают в интеллекте и легкоуправляем? Может, стоит понять, что образование важнее силы и инстинкта бросаться в дыраку? Чуть что. Я это прекрасно понимаю. И да, как бы сегодня государственная машина работает таким образом, что прививает людям вот эту ценность, что есть только ценность силы, а никакого интеллекта, ничего не нужно. Мы видим, что, допустим, за победу в октагоне дают там автомобили, квартиры, деньги, всячески это поощряется. Человеку дают успешность, если он победил в октагоне. А если ты, допустим, олимпиаду по физике, по математике, по IT-технологиям выиграл, ну, вообще, вы слышали, чтобы у нас в Чечне какие-нибудь подобные мероприятия были, чтобы кто-то там что-то такое выиграл и его как-то поощрили, чтобы вот эту вот успешность показали? Нет, ничего подобного не бывает. А ведь эти победы тоже есть. Бывает, что там чеченская девочка, например, по-моему, в Бельгии, в Бельгии, кажется, был конкурс каких-то гири, вундеркиндов, детей выиграла чеченская девочка. Вы где-нибудь видели, чтобы там ее чествовали, чтобы ей подарили квартиру или машину? Это проблема, с которой нужно, конечно, бороться, но это государственный ресурс для этого нужен. Мы используем те ресурсы, которые у нас есть, то есть мы об этом можем говорить, мы можем людей как-то мотивировать, призывать их к тому, чтобы они развивались. Но вот эта вот такая действенная мотивация, то есть финансовая поддержка этих людей, подарки, для этого нужно иметь как минимум либо хороших спонсоров, либо нужно иметь государственную машину в своих руках. У нас этого, к сожалению, нет, поэтому мы просто продолжаем призывать. Продолжение следует...